Как уже говорилось ранее, покупка нового бандла стала возможна только благодаря моим донатерам. Огромное спасибо за вашу поддержку. Это многое для меня значит. Ручной пулемет Кэмпбелл-74 Сразу хотелось бы сказать, что с пулеметами я играю крайне редко, так как криты на них хуй получишь. А потому если я где-то скажу что-то не так, то дайте мне об этом знать. Пулемет сам по себе неплохой. При должной работе над ним можно добиться хорошей точности и стабильности. А если постараться, можно даже добить их до сотки. Да, сотка точности и стабильности. Лазерный пулемет я ебал. Проблем с патронами на нем я не испытывал. Из минусов могу отметить отсутствие сошек. Вместо этого нам завезли, не думал что скажу это, подствольный огнемет. Да, вы все правильно поняли. Нажав на кнопку, на которую вы обычно ставите сошки, активируется подствольный огнемет. Если вы до этого поставили его на пулемет. В теории, понятна задумка оверкилов. Если у игрока нету навыка шок и трепет, а на вторичном у него нет пробивающего щиты оружия, подствольный огнемет может стать неплохой альтернативой для избавления от щитовиков. И пускай лично я не ярый фанат огнеметов, радует, что в игру вводится все больше комбинированного оружия. Так сказать, два в одном. Потому что такие оружия можно гибко подстраивать под свой стиль игры. Уверен, кто-нибудь найдет этому огнемету хорошее применение. Также у пулемета есть эксклюзивный набор, который нахуй урезает урон, взамен увеличивая переносимый боезапас и магазин. А также, нихуево так увеличивая подбор. Знаете, какой подбор у пулемета без эксклюзивного набора? 10 и 14. А знаете, сколько с набором? 28 и 53. Это больше, чем у любого другого пулемета. По сути своей, эксклюзивный набор превращает пулемет в некое подобие минигана. Много патронов и большой подбор. Низкая точность и урон. В общем, пускай мне оружие по вкусу и не пришлось. Банально потому, что у меня другой стиль игры. Оружие получилось вполне себе юзабельным. Так что с меня лайк. Снайперская винтовка Amarok 900. 1100 урона. У меня все. Пробивает насквозь стены, щиты и врагов. Имеет при себе два эксклюзивных набора. Первый это набор пустошь, который лично мне почему-то напоминает Borderlands. Урезающий урон и точность в обмен на стабильность и немного скрытности. И... блять. Давайте будем честны. Вы все видели в начале видеоролика. Вы сюда только ради этого и пришли. Драгон лор. Все. Я умываю руки. В пизду. 1300 урона. Это просто жесть. По сути своей, эта снайперская винтовка более слабая альтернатива Танатасу. Которая при этом более гибкая в кастомизации. Хотя слабая, это слишком громко сказано. Это довольно большой. Впечатленное. Да, урон у снайперки меньше, чем у Танатаса. Однако с таким количеством сменных деталей, винтовку можно переделать под любой стиль игры. Да и урон все равно огромный. Как ни крути. Выглядит сочненько. Пиздец как выбивается из стиля игры. Но зато красиво. Привлекает внимание. И в целом играется довольно таки приятно. Я конечно на снайперках играю еще меньше, чем на пулеметах. Но в любом случае, играть с этой пушкой мне было достаточно приятно. Даже я вижу потенциал, где эту снайперку можно будет использовать. С какими билдами, ну и так далее. В общем, даешь разнообразие. Так что с меня лайк. Ну и напоследок, новый дробовик Деймос. Признаться честно, наблюдая за реакцией игроков на реддите и на форумах, у меня сложилось предвзятое отношение к этому шотгану. Многие называли его бесполезным. Но на удивление, с ним мне было приятнее всего играть. По ощущениям, он очень походит на дробовик из Гао Фонг Пака на Москоне 12G. С которым я ранее достаточно активно играл. Если стрелять по головам, то большая часть противников спокойно отлетает. Однако и тут есть подводные камни. У Деймоса, в отличие от Москоне, более медленная перезарядка. И в целом, меньше переносимых патронов. Да, у него больше урона. Да, у него лучший подбор. Хотя на обоих дробовиках я не испытывал особых проблем с подбором. Однако на все это, Деймос может противопоставить свой второй режим огня. Полуавтоматический режим. Игра с ним абсолютно другая. И честно говоря, я пока к нему не сильно привык. Хотя признаю, что в потных зарубах он неплохо выручает. Ну а так, одиночные цели мне поприятнее вносить с одиночного режима стрельбы. А, ну и эксклюзивный набор тут чисто косметический. Особо ничего не дает. Как вы могли понять, с новыми оружиями я доволен. Однако, советую ли я вам покупать данное дополнение? Если вы еще не поняли, это весь контент. И это обидно. За такую цену, даже если не брать стоимость всего бандла в целом, этого просто мало. Да, пушки хорошие. Но вашу мать, оверкил. Вероятнее всего, это завершающие дополнения для второго пейдея. Это одни из самых дорогих дополнений для второго пейдея. За такую цену, контента должно быть больше. Ни тебе брелков, ни тебе скинов, ни тебе... Не знаю, хоть чего-нибудь. Рекомендую ли я купить этот пак? На самом деле, дороговато. Три пушки точно того не стоят. Однако, если вам понравилось то, что вы увидели сегодня в видеоролике, и если вас заинтересовал, в принципе, весь бандл, то почему бы и нет? Поскольку это новые дополнения, я не думаю, что на них будет особо большая скидка. Как я считаю, лучше дождаться выхода всего бандла в целом. И уже потом, оглядываясь на новые дополнения, принимать решение о покупке. Ну а так, финальное решение, разумеется, за вами. Ну а на этом пока что все. Всем удачи и всем пока.